Пушечное мясо Анкары. Предательство Турции. Пандемия COVID-19 продолжает свое шествие по планете. Как и боялись признанные военные эксперты и специалисты, вспышка коронавируса была зафиксирована на неподконтрольных сирийскому правительству территориях провинции Идлиб. А Турция предала карманных боевиков из сирийской национальной армии, оставив их разбираться с пандемией самостоятельно. О том, как Турция лишила своих боевиков помощи и что происходит в охваченном коронавирусом Идлибе, рассуждает руководитель военно-политического телеграм-канала Астромилитаром комиссар Ярик. Первые звонки пандемии. Из провинции Идлиб поступают тревожные новости. На территориях подконтрольных протурецким боевикам зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Причем в ее распространении оказались виноваты сами члены незаконных вооруженных формирований. Первые данные стали поступать из госпиталя в населенном пункте Атма, где проходили восстановление боевики сирийской национальной армии. В конце марта сразу у четверых бандитов тест на COVID-19 показал положительный результат. И тут Турция сделала самый большой просчет в своей Идлибской авантюре. Вместо того, чтобы изолировать боевиков прямо в госпитале на семь замков, турецкие военные потащили зараженных через всю провинцию в город Маорет-Мисрин. Результат такого шага немного предсказуем. COVID-19 быстрыми темпами начал распространяться в Идлибе. Зараза накрыла Идлиб. На территории провинции Идлиб в течение нескольких дней после вывоза зараженных из Атмы в Маорет-Мисрин были зафиксированы случаи заражения COVID-19 в населенных пунктах, находящихся под контролем протурецких вооруженных формирований. Появление неизвестной респираторной инфекции было замечено в городах Ан-Найраб, Тавтанас и Сармин. По поступающей информации, там с каждым днем все больше инфицированных, в первую очередь среди боевиков протурецкой, сирийской национальной армии. В связи с новейшей угрозой распространения заразы в приграничных с Сирийской Арабской Республикой районы, Анкара приняла ряд жестких, но необходимых для безопасности своей страны мер. Предательство Турции. Турецкие военные провели экстренное совещание с лидерами боевиков, на котором были озвучены решения Анкары. Наиболее важными из них были полное закрытие сирийско-турецкой границы в районах провинции Идлиб и Алепа, а также в районе проведения операции «Источник мира». Остановка эвакуации раненых и заболевших боевиков в Турцию, где они уже на протяжении последних лет проходят лечение и реабилитацию. Прекращение ротации членов бандформирования из Турции в Идлиб и обратно. Сокращение всех видов снабжения для членов Сирийской Национальной Армии, поступающих на подконтрольные боевикам территории из турецких провинций. Реакция лидеров Сирийской Национальной Армии, присутствовавших на совещании, пока неизвестна. Но вряд ли она была положительной. Особенно учитывая, что Сирийская Национальная Армия с турецкой подачи, по сути, развязала новую войну с Хаят-Тахрир-Аш-Шам за контроль над территориями провинции Идлиб. Но другого выхода у боевиков просто нет. Запретный груз-200. На фоне столь крупного предательства Турции, становятся понятными некоторые события, которые имели место пару дней назад. Через погранпереход Хавар-Килис на севере провинции Алепа прибыл конвой с ранеными и убитыми членами Сирийской Национальной Армии, которые были завербованы Турцией для участия в боевых действиях в Ливии. Всего в Сирию из Ливии вывезено около 125 боевиков, как грузом-200, так и грузом-300. С учетом эвакуации раненых боевиков в Турцию, можно предположить, что пушечное мясо Анкары, вывезенное из-под Триполи, было оставлено в Сирии умирать. Закономерный, но все-таки промежуточный итог всей авантюры Эрдогана в Ливии. Анкара все знает. Несмотря на то, что на официальном уровне коронавируса в Идлибе пока не признан, Турция недвусмысленно дает понять, что ее тревожит обстановка в Идлибе. Так, министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглу, выступая на совместной онлайн-конференции Atlantic Council и фонда турецкого наследия, заявлял, что коронавирус может еще сильнее усугубить ситуацию в Идлибе, а международное сообщество пока еще не поздно. Должно обратить внимание на Сирию и Идлиб в связи с распространением инфекции. А зам главы турецкого фонда защиты прав и свобод человека, Эрхан Емелег, заявил, что в лагерях в Азазии и Африне не хватит медицинских центров, средств защиты и медицинского персонала, в связи с чем возникает угроза для одного миллиона человек, проживающих в регионе. Но это все на публику, а в реальности дела обстоят гораздо страшнее. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.